Кинуть килограмм дрожжей в школьный туалет была плохая идея. Жаль, что я понял это только тогда, когда оказался по щиколотку в реках фекалий. И при этом нельзя было уйти из школы. Потому что в нашу школу внедрили передовые технологии управления людьми с помощью наночипа, внедренного в наше тело обманом. При каждом моем нарушении школьного распорядка или плохой учебе, в наночип внутри моего тела подавался нейроимпульс. И меня пронзала такая боль, как будто тысячи рыболовных крючков вонзились мне в кожу и проворачивались вокруг своей оси. Внимание, обнаружен саботаж. Авария канализации произведена нарочно одним из учеников. Срочно необходимо признание виновника, или все будут подвержены нейроимпульсу. Да ты глупый робот, откуда мы знаем, кто это? Все, кто до этого стоял всего лишь по щиколотку в фекальных массах или прятался на партах, упали в конвульсиях под нейроимпульсом. Прям лицом в эти пенистые лужи поноса. Хорошо, ты чертов ботяра, это сделал я, я, я сделал это. Курапов, срочно поднимитесь к директору. О, Курапов, какая встреча. Не думал, что ты снова создашь мне проблем. Я бы мог с легкостью избавиться от тебя, но, к сожалению, мне нужно показать хороший уровень учебы в этой школе. Поэтому я предлагаю тебе сделку. Что еще за сделку? Ты прекращаешь саботаж, начинаешь учиться и убеждаешь всех учиться только на 5, и я вытащу из тебя наночип. А как же остальные? Ну ведь остальные стадо. Только ты один пытаешься что-то изменить. Ну что, Ваня, как к директору сходил? Тебя там пытали, походу. Да, пытали, но я кое-что узнал. Значит, у нас есть единственный шанс выбраться отсюда. Для этого каждому из нас нужно учиться на отлично. Даже четверка неприемлема. Мне удалось убедить даже двоечников, чтобы они учились. Любая свободная минута у каждого ученика была посвящена учебе. И так мы жили 3 месяца. Каждый стал идеальным отличником. Однако всех нас тревожила мысль. Почему нас не хватились родные? Почему никто не вызывает полицию? Почему нас не ищут? Мы-то понятно не могли никуда позвонить, потому что сразу же включался нейроимпульс. И мы бились в судорогах. Что-то здесь было не так. Я пошел к директору. Ну что, Виктор Иванович, все учатся на отлично. Пора бы удалить мой чип. Ваня, ну куда ты так торопишься? Нужно ведь еще экзамены сдать. Я так и знал. Теперь для меня точно стало очевидным, что он даже не собирался извлекать из меня наночип. Мы зашли в большой зал для экзамена, и на входе нас всех прощупывал охранник на предмет шпаргалок. А еще у охранника на поясе я заметил какой-то странный пульт. А что это у вас такое? Это пульт управления глушилкой. Вон там в углу, видишь, антенна стоит. Вот сюда нажимаешь, и все ваши телефоны, вся связь отключается. Мы раньше на экзаменах всегда включали, чтобы вы не смогли выйти в интернет и списать. Но сейчас директор запретил этим пользоваться. Хм, а почему запретил? Да я и сам не понял. Он говорит, что вы и так хорошо дисциплинированы. Я писал экзамен и думал, почему директор запретил использовать глушилки? Это же надежнее. Я написал свою работу и снова подошел к охраннику. Наверное, будет звучать странно, но вот я лично очень мечтаю стать охранником. Это ведь путь неудачника, сынок? Но мне нравится рация, форма, вот приборы всякие. Можно мне подержать ваш пульт? Конечно, смотрите. Я схватил пульт, подбежал к антенне глушилки, схватил глушилку, прижал к себе и нажал на красную кнопку. А ну-ка теперь включи-ка свой импульс, слитый ботяра. Оскорбительные выражения в школе. Курапов, 5 часов исправительных работ. Курапов, ты идиот. Мы 3 месяца без просвета учились. А ты на последнем экзамене решил все испортить? Ничего я не испортил, смотри, мне ничего не будет. Ребят, а почему его не бьет нейроимпульс? Глушилка, ребят. Сигнал не доходит до наночипа. Мы спасены. Я выбежал с глушилкой из школы, добежал до своего дома. Родителей не было. Включил телевизор. Вы так круто изменили мир. Начали с одной школы, а через месяц показали результаты. 5 у каждого ученика по всем предметам. Вам доверили все школы России, а потом и все организации. Расскажите, как вам это удается держать всех в такой дисциплине? Новые технологии обучения людей. Дети будут хорошо учиться, взрослые будут хорошо работать. Наука пойдет в гору. Никто не пьет. Тюрьмы свободны. Но, к сожалению, у нас появилось несколько активистов, которые вдруг решили, что они выше общества. И одного из них нужно срочно поймать. Его зовут Иван Курапов. О, сынок, ты так рано пришел из школы. Мне придется тебя сдать в пункт исправления. Иди сюда. Я чудом проскользнул мимо отца. Я бежал, что было сил. Уже темнело. Я был весь мокрый. Прислонился к дому. Не понимал, что делать дальше. И вдруг заметил, что мимо меня проходит какой-то странный мужик в плаще. Я схватил палку с гвоздем и готов был сделать из его лица борщ. Как вдруг он... Не суети, пацан. Я хочу тебе кое-что показать. Продолжение только для подписчиков в следующем видео.